как же люблю я сталкиваться вот с такими вот подобными вещами посмотрите внимательно на эти два ножа вот один у меня в руке и вот второй и на самом деле конструкция одного из этих ножей исключает возможность нанесения поражающих колющих ударов характерных для охотничьих ножей а конструкция другого не исключает такой возможности соответственно один из этих ножей является хозяйственно бытовым а другой является холодным оружием ой как же мне все это нравится как я все это просто просто наслаждаюсь здравствуйте туристы-милитаристы нож вектор кизляр суприм дизайн кизляр суприм длина 280 миллиметров длина клинка 160 миллиметров ширина клинка 22 миллиметра толщина по обуху 5,7 миллиметра и это самое важное что нужно помнить по ттх когда вас остановит товарищ форме ну и конечно же иметь с собой вот этот инфолисток вес 245 грамм финиш клинка stone wash но здесь у нас идет как вы видите такой стоун вошек поверх сатинчика или сатинчик поверх стоун воша сталь 420 хай карбон 57 58 единиц по шкале роквелла заявленная производителем твердость и вот тут сразу первое отступление в недавнем обращении к нации виктор агрел сказал что к декабрю 21 суприм напилит партию векторов в пиджике с антибликовым так вошим на клинке первый вопрос который мне сразу возник а на хрена утилитарный аудорный нож до из 22 миллиметров ширины клинка 18 приходится на спуске то есть супримовцы сделали все возможное невозможное чтобы вектор не только колол но и резал но кроме маркетинговой составляющей есть ли вообще смысл в этом действии все равно что на 78 блок поставить m390 остальное оставить как она есть 420 хай карбон на 57 единиц для такого ножа это вот то что доктор прописал по всем параметрам абсолютно даже не буду сейчас сильно разгоняться то есть пиджике может быть более резучие зато ее сложнее править и она мягко говоря ржавучий 420 отправлять этого дуралома на полку куда-то смысла вообще никакого потому что он при после покупки он должен пахать за себя и за дядю в общем по моему личному мнению базовая сталь на векторе стоит какая и должна быть бюджетная дурака устойчивая антикоррозийная простая в обслуживании по в обслуживании еще и кстати говоря не удержусь еще скажу что она еще и знаменитая потому что по некоторым неподтвержденным данным обогнала кого-то там на весеннем клинке и это общепринятая мировая практика ставить подобные стали на подобные ножи хотя кому-то может быть конечно ребята и приспичит там загнать ладу гранту гранту на тюнинг в мдж или в альпину как говорится нема проблему с каждому из каждому покупателю свой фломастер но вообще по стали я высказался дальше по ттх рукоять кротон в данном случае в резинопластике преобладают такие именно резит резиновые нотки и кротон до заморозки он приятно влипает в ладонь без перчатки почему до заморозки потому что любой мы знаем что любой резинопластик он при минусовых температурах становится более дубом становится более таким именно ну скользким более пластмассовым скажем так монтаж здесь сквозной на стяжке разборный винт универсальный под и киевский мебельный ключ или шлицевую отвертку это на самом деле год как вы видите с двух сторон опять же своем обращении к нации виктор агре признал что у первой партии векторов из 420 хай карбон могут быть как он сам выразился зазорчики и то есть если в 420 ac это нож грубый кондовый где-то там зазорчики могут быть где-то там что-то то есть это нож недорогой доступный в простой стали для всех тех задач которые вы для него видите мне достался сейчас предпримерный прототип который ничем не отличается от серийки что поступит в продажу 1 2 ноября 21 года я прям обсмотрелся я разглядываю место соприкосновения гарды и клинка и вот здесь вообще вопросов нет а здесь видите если по каким-то вот отбликам я понимаю что зазорчик может быть есть но его размер я не берусь определить то есть на самом деле как бы сейчас где у меня здесь здесь зазорчики так зазорчики идут ведь но этот нож правда у меня пережил и крым и рим и революцию в любом случае при реальном аудорном поюзе даже таком не хардовом обычном аудорном поюзе можно допустить некоторые теоретическое попадание жидкости в рукоять и возможность разобрать и почистить смазать рукоять избавляет нас в будущем от печального созерцания сгнившего там хвостовика особенно если на клинок будет ставить как ставится какая-то ржавейка интернет полон таких созерцаний например тех же самых колстиловских хвостовиков которые там где именно ластрон отходит от клинка и погнали наших городских в данном случае использован самый верный на мой взгляд подход от экстрема рацию резинопластиковая рукоять с возможностью быстро и просто разобрать и почистить было бы неплохо экстриму перенять еще опыт экстремы по продаже комплектующих к рукоятям хотя может это актуально с ножом за 300 евро а нож за 30 при повреждении рукояти проще выкрасить и выбросить первая партия векторов в 420 стали будет стоить по 2500 рублей за нож и насколько я понимаю все равно какое-то пускай небольшое но поднятие цены после этого последует здесь ребят найти мне нравится когда вообще дорожает абсолютно все я живу в эстонии я говорю юлианция и так мы к новому году подойдем полтора евро за литр 95 бензина нет тенденция сейчас подойти к новому году по евро 70 потому что полтора литра мы уже давно перестали полтора евро муж давно перескочили так дальше ножны сотворенные из позвоночника завулона полиамид ножны на самом деле ребята топчик то есть они такие конкретно туристическое милитаристические подтверждающие тезис о том что дешевая не всегда означает дешманская симметричные под правую и под левую руку без необходимости переставлять подвес подвес у нас свободный вот на таком вот ремешочки это значит если он у вас грубо говоря вот нож на ремне он идет у нас ходит свободно вправо влево и при посадке в ту же самую ладу гранту или танк или на пенек не упрется вам в ляжку петля подвеса раскладываемая это значит что не придется снимать ремень или полностью вытаскивает ременность вот этих вот петелек брючных надевая ножны на сам ремень то есть если вы присядете где-то в лесу под кустик чистоту и непорочность ножа можно будет сохранить не снимаем весь ремень там с брюка просто раз отстегнул снял вот именно петельку и нормально говорится подошло все очень удобная здесь конструкция реконструкция так сильно мною нелюбимый на ножах абсолютно всех моделей дополнительный клапан как говорится эта защита даже не от дурака это защита просто от дебила который не в состоянии вставить нож до щелчка вот этот клапан который на мой взгляд практически всегда почти всегда мешается он снимается легким движением легким движением брюки превращаются в элегантные шорты дальше сливное вернее по моему искреннему убеждению вентиляционное отверстие такого размера что если какой-нибудь настоящий трушный бушкрафтер раздувающий через такие отверстия костры вставит эти ножны себе в одно место он может раздуть огонь так что григорий соколов позавидует и главное не перебарщивать с сублиматами и не взорвать все вокруг себя то есть здесь у нас все все по науке клиночек дышит из какого стали он не был дальше имеются здесь у нас вот такие специальные выемки с отверстиями отверстие как вы видите не маленький здесь пятый паракорд совершенно спокойно пройдет и ну опять же через отверстие этих выемок трушный бушкрафтер проденет паракорд перед перевяжет привяжет конец ножен к бедру чтобы нож не демаскировал его где-нибудь на марже броске чтобы можно было опять же сходить под куст и сохранить чистоту и непорочность не снимая нож с ремня толкова здесь заключается в том что между вот этими двумя грубо говоря сосочками между этими двумя выступами расстояние равно ширине стропы молли то есть на колхозе подвес на натовскую снарягу можно буквально за одну минуту кстати говоря в кизляр экстриме продается молли ремешки tb2 вот как раз самое но в общем ножны легкие универсальные надежные нож совершенно здесь абсолютно не шатаются то есть на самом деле нужно здесь good правда у меня конечно вызвало улыбку я не не упущу возможности как говорится улыбнуться это перегруженность ножен неким символизмом снизу кизляр суприм раша обязательно с короной сверху надпись вектор на фоне литеры в стиле я не знаю там корпорации зорга может вообще это в вовсе и не о векторе может она раскрывает какие-то имперские амбиции того кого мы знаем и чье имя на в в общем нужно действительно топовые с дополнительным клапаном или без они реально очень практичные удобные симметричные в общем с ними полный порядок как говорится сложными и кстати говоря опять же если сравнивать с тем же самым глоком то извлекается нож гораздо здесь проще из ножен с глоком а глоки чуть чуть попозже так рукоять рукоять у ножа очень ухватистая она прям реально отличная она правильной толщины то есть здесь нет перебора вот под мою руку здесь нет перебора здесь нет ни тонко не тостана вот ровно как должно быть и обеспечить и обеспечивает рукоять не просто хорошая а отличное удержание ножа любым хватом то есть вот у нас мало точный хват на строгание на какие-то удары если мы берем диагональных вас здесь в принципе хватает места вот здесь конечно гусек идет немножко уже в ладонь но все четко как говорится встает и все нормально работает обратных вас здесь просто великолепен по другому не скажешь есть по сути единственное в чем будет засада это конечно же кухня чистка картофеля но это гардовые ножи то это всегда так есть то есть здесь именно с точки зрения не просто безопасности а комфортности работы здесь все очень здорово не совсем понятно кто будет ставить вот сюда какой-то темляк в отверстие прямо на гуське потому что хват и безопасны со всех сторон и нож не вылетит из руки хоть руби хоть режь на с другой стороны вы знаете вот в чем прикол в чем правильный прикол этого ножа это количество выбора который дается пользователю хочешь ставьте мляк хочешь не ставь хочешь оставляй клапан на ножнах не хочешь не ставь хочешь привязывай к ноге не хочешь иди нахер и не задавать глупых вопросов вот примерно так то есть разные и всякие разные варианты здесь вам предлагаются и в ножнах и в рукояти то есть самое главное то есть отверстие по мне как она не нужно но здорово что она есть потому что дает возможность как говорится выбора хочешь бей не хочешь пей на тыльнике у нас стекло молоток то есть по сути это не совсем стеклобой не совсем молоток но это в любом случае некое такое если вам нужно что-то пристукнуть рукоятью сверху то вы не будете собственно саму рукоять калечить то есть вот для этого вот такая вот фишечка и придумано клинок клинок у нас с историей но об этом тоже чуть позже буквально сразу скоро то есть что мы имеем сейчас мы имеем пяти с половиной миллиметровая интрудеров ская жала с клипом на треть клинка и спусками задранными до невозможности это 5 шестых ширины клинка приходится на спуске и это показывает что суприм сделал все возможное чтобы этот толстый пыряка мог еще и резать в клинке супримовцы молодцы постарались уйти от концепта такого знаете за за льдатен мессера уйти от штыка в нож потому что вот именно такие формы очень только глок их их полно на самом деле и они стараются все что вот все что можно и нельзя сотворить для того чтобы именно это был больше не штык а именно нож резательный инструмент она это кстати говоря указывает и сведение ножа о вы зря подумали что супримовцы отдали ножи на заточку своим заклятым друзьям работающим по соседству ведь именно так выглядит традиционное ооо ппшное сведение если учесть толщину обуха в 5 и 7 ширину клинка в 22 и высоту спусков 18 миллиметров и при этом свести тонюсенько чтобы было по пижонский по нажимански вы получите угол заточки как у топора а так в любом случае это не совсем эстетично зато режет ну что порежем клинок у вектора интрудеровский как я уже сказал с историей в разработке интрудера принимал участие ножевой форум руснаев в том числе коллекционер исследователь автор книг по армейским ножам андрей мак и эксперт по ножам подполковника мвд в отставке денис самсонинка за самсонинка прошу прощения оба они как говорится собаку съели на именно боевых каких-то тактических ножах в общем в общем получилось вот так и насколько я понял цель была создать именно какую-то переосмысленную осовремененную но все-таки именно финку то есть не копию н.р. не финку н.к.в.д. которые уже многочисленные там копипастеры извратили уже так что ее уже стали называть финка лгбт там даже о пп выпустил свою легенду они делают ножи по мотивам ножей по мотивам ножей самыми последними то есть этот вопрос с финкой н.к.вд. принципе уже можно закрывать вот и опираясь на архивные данные мак и самсонинка искали форму клинка уходящую к истокам чтобы получился клинок такой злой такой настоящий боевой русской финки по сути они и рукоять сделали с такой правильной философии на самом деле труд очень прикольный нож он не совсем скажем копирует там тактическую линейку суприма в общем рукоять тоже была прикольная но пришел витя и все испортил своим травмобезопасным упором потому что без упора интрудер становится обычным лесовичком таким знаете даже не буск не бушкрафтер ским таким обычным туристическим ножом при этом если правильно сказать длинноватым с длинноватым и узковатым клинком для лесного ножа а нормальный упор не поставишь как говорится закон не велит и вот собственно говоря получился такой вот травмобезопасный упор вообще на самом деле нужно начинать все не с клинка интрудера потому что клинок интрудера появился на векторе позже с другого начинается долгая история вектора именно с упора я могу сказать сейчас что вот первая картофель на которая была покрупнее она шла прямо тяжко чувствовалось что прям реально вот в руке такой конкретный ломик то есть его прям а вот вторая третья уже какой-то угол я так приловчился и полегче как в случае с любыми гардовыми ножами я строгаю не строгаю чищу картофель вот этим вот местом и грубо говоря у меня вот здесь вот горда она тупо просто мешается в пальцах как это обычно всегда и бывает так вот с чего все началось ибо я это видел своими глазами и слышал своими ушами в далеком уже 2017 году в славном баварском нюрнберге проходила выставка его 2017 и на стенд ножевой компании кизляр суприм пришел в гости зашел как говорится на огонек малоизвестный ножевой обзорщик из эстонии и в ходе разговора генеральный директор суприма константин валентин куликов спросил этого малоизвестного блогера вот если у него какие-то идеи чтобы можно было сделать что-нибудь новое что что-нибудь необычное причем вот я вам точно говорю что и вот-вот говорю как было именно и и говорю что костя на самом деле нужно вам сделать настоящий боу и такой прям как у колд стила у барк ривера как раз таки на той выставке барк ривер представился свой гигантский там один боу и просто нереальных размеров говорю так что вот такой прям настоящий при настоящий чтобы все обосрались просто от этой дерзости с гардой потому что боу и без гарды эта фигня нет вот именно четкое чтобы перекрестие было чтобы все по четкому было а сертифицировать нужно по толщине клинка причем я предлагал делать боу и с обухом аж в 6 миллиметров чтобы ни у кого как говорится не было сомнений и чтобы клинок был такой широкий по сути с со спусками с прямыми что уже к режущие кромки получался бы кухонник то есть на самом деле здоровенный такой конкретный тисачина с высокими прямыми спусками из очень-очень толстым обухом тут разговор вступил виктор александрович агре и сказал что никто и никогда не выдаст сертификата по толщине обуха на что малоизвестный ножевой обзорщик из эстонии будучи юристом по образованию возмутился и сказал а какого хера то есть все же очень просто что не запрещено то разрешено для того чтобы отказать в сертификации такого ножа с обухом 6 миллиметров должны обязаны быть юридические основания а законодатель сам определил как нижние так и верхние границы толщины обуха холодного оружия то есть грубо говоря гардовые ножи с толщиной клинка в 2 и 4 они сплошь и рядом их ленивый только не делает а вы можете сделать классический боу и вы можете сделать классический солдатский нож с гардой потому что ну если поставить именно толстый обух потому что отсутствие хотя бы одного признака лишает нож статуса холодного оружия да это будут ламы да это безусловно будут здоровяки ну причем опять же в случае с боу и я объяснил как этот вариант именно ломовитости решается но для многих нажиманов ломовитость ножа не будет проблема потому что принципиально хочется без каких-то оформление роха там без каких-то заморочек иметь именно гардовый не кастрированные ножи не вот с этим популярным травмоопасным как бы упором который нас а вот вообще вся вот эта вот фигня по поводу толщины угла схождения травмоопасный упор и так далее один из самых первых тестов на канале архадыр я тестировал травмоопасность травмоопасного упора до чувствительно да у меня там руки замотаны пластырями пальцы я действительно это чувствовал но блин этими ножами можно совершенно наносить удары той же самой силы как если бы у вас была именно вот но ярко выраженная четко выраженная гарда в общем мы немного поспорили пообсуждали и решили попробовать с бастарда конечно я считаю что ребята перестраховались и все-таки сделали его при всех его больших размерах при вот этих калек красивых таких мексиканских ножнах они сделали таким знаете толерантным они сделали интеллигентный при всей вот крутости этого ножа он такой это немножко не то потому что даже имя бастарда предложил малоизвестный обзорщик из эстонии и я здесь это говорю не в контексте слава мне великому а я видел это выпукло я видел это мощно то есть именно почему бастарда потому что это будет боу это будет нож настоящего ублюдка просто без компромиссов без жалости на таких стероидах что обосраться можно вот как этот начис например кстати у начиса больше шести здесь в обухе вот это теплый нож ну вот а получился простой лагерник то есть да безусловно харизматичный буквально не далее чем сегодня видел в группе супремовцев очередной очередную фотографию его то есть но это крупный бивачный нож ни разу не ублюдок понимаете ни разу не бастарда но я сам себе возражу вот он момент истины но разломал чудес не бывает чудес не случилось картофель но он не просто с хрустом разобрал а он ее именно ломает прям так что вот прям ломает ну здесь опять же совершенно совершенно допустимое движение потому как все таки обух у нас крупный сейчас секунду я здесь свое жарево немножко папа пашу шуру дю вот что самое главное в бастарда то что это прецедент то что это был первый нож который сертифицировали насколько я понимаю по толщине обуха и он прошел сертификацию а вот такой начис могли бы не утвердить просто будь он хоть 8 миллиметров в обухе потому что ну какой-нибудь проверяющий какой-нибудь вот этот вот эксперт который делает свое экспертное заключение он был увидев такой нож он действительно бы обосрался сказал ребят вы чё да никого вообще не волнует сколько там миллиметров в обухе совершенно никого не трясет этот момент давайте-ка вы отсюда по добру поздорову а так да так ну толстый мощный как-то но выглядит как-то вот он ну вы понимаете о чем я говорю а вот вектор он изначально планировался как такой именно милитаристический полноценный гардовый нож с сертификацией по толщине клинка и все срослось на самом деле хотя срасталась ой как непросто трудно представить себе нож скажем так прошедший от идеи до серийки путь более тернистый чем вектор то есть публике был было представлено несколько вариантов будущего вектора первый был с клинком от максимуса там не срослось и я очень рад что не срослось потому что если бы вектор был с клинком от максимуса то мы на выходе имели бы вместо легких таких именно поворотливых ножен на носили бы на ремне чемодан вот потом подошли в дизайне и особенно в дизайне ножен слишком близко глоку очень близко ребят длинный вот для я могу сказать что у меня здесь обухта ладно клиночек длинный и вот сейчас при нарезке и особо сильно себя безопасно пальцы не почувствовал я даже не знаю почему сейчас я попытаюсь как говорится разобраться в своих чувствах вот то есть следующий вариант там я не знаю это была вторая или третья генерация он был настолько похож на глок особенно ножными что мне реально было прям вот неловко и когда посмотрел потому что у меня уже руки чесались достать свой 78 положить рядом ножи и мерзко надругаться над вектором когда мне его видите пришлет на обзор и тест потому что все равно бы конечно прислал ну как бы спасибо за это вот но огромные действительно молодцы и они увели и ножны и сам нож это концепт остался то есть безусловно здесь но как говорится никто не никто не отрицает но это все таки не прямое копирование это именно здесь именно это именно солдатский нож потому что таких ножей помимо глока довольно немало такого именно формата скажем так вот поэтому респект и уважуха отдельный за то что блин не пошли путем некоторых товарищей ворующих чужие дизайн и технологии по принципу и мы решили а почему так не сделать в общем чем дальше заходило все это дело чем больше было анонсов тем сильнее чесалась хотелка у сообщества и на директора по развитию блин свалился буквально там настоящий психологический прессинг то есть постоянные подколы едкие комментарии один камрад даже снял видеоролик в youtube на тему того какие виктора показывал витя на разных выставках какие раздавал обещания как быстро или не быстро придет нож в серию потому что на протяжении четырех лет на самом деле это вся музыка играла то есть теги виктор где вектор и хэштег потряси виктора обрели популярность ну как минимум в группе архадыр клапа не действительно обрели популярность заклятые друзья соседи по лестничной площадке выпустили мор я имею ввиду по лестничной площадке в кизляре выпустили мору в пелтовских ножнах назвали ее вектор а после этого сделали отдельный экземпляр ножа который похож именно вот на данный вектор назвали его виктор и презентовали на клинке и на мой взгляд поднял на мой взгляд подняв уровень своего остроумия просто до уровня кошачьего лотка то есть даже дальше ходить далеко ходить не надо вот совсем недавно на канале youtube империи ножей вышел новый ролик о новинках который я вам сейчас скажу даже сейчас мне я как раз не закончил смотреть вот называется правильный вектор брутальная пантера и складной финский нож обзор новинок ну не знаю случайно поставил пономарёв это слово или все-таки подгадал под выход вектора не знаю но вот то есть реально это можно шутить это в какой-то момент бы было шутками и прочее прочее а я представить человека на самом деле который постоянно там у них там год заказа него задать дело даже не в этом чем было там не занимался но у него там за это время произошли очень сильные и серьезные глобальные изменения в семье ведь а стал отцом надеюсь это не какой-то секрет я не раскрываю там его тайну какую-то за семью печатями то есть реально человек вот живет работает выпускает какие-то ножи но вот это вот вся просто вакханалия в какой-то момент и казах вот когда один смеется это смешно я ведь сам троллер ну я сам реально троллил а вот я сейчас просто подумал а когда смеются 100 это уже как бы ну это уже перестает быть весело и был момент когда мне кажется я этого ведь и не говорил но реально был момент когда я сам лично посоветовал бы ему закрыть этот проект потому что но они не закрыли они не закрыли и я вот сейчас могу сказать что при все при этом я не уверен правильно ли они сделали почему потому что самый главный ресурс который был в бухан в вектор просто немеренно самый как говорится дорогой ресурс это время и кто-то за это время перегорел из людей кто мечтал о векторе кто-то купил себе даже вот этот вот вектор мору кому-то вся эта история просто надоела перестала казаться смешной то есть безусловно первые батчи супремовцы распродадут я в этом не сомневаюсь и в 420 и и в пиджике у меня сомнений никаких в этом нет но вот станет ли вектор таким же долгоиграющим как штурм это покажет время почему потому что на самом деле этот нож его не будешь вот у супрема есть привычка я не могу назвать ее хороший или дурной но супрема есть привычка модели скажем так освежать за счет стали то есть уже все ну модель там не то чтобы сошла в утиль но интерес потихоньку угасает и так далее так далее а давайте в не а локси а давайте в 390 давайте в пиджике а давайте в том а давайте все так вот я хочу сказать что это там прокате с каким-нибудь сити хантером но конкретно вот этим ножом это не совсем то почему потому что это именно работяга он ну вот должен быть в обычной стали то есть станет ли вектор долгоиграющим после того как первый вот эти вот first run production все вот эти вот лимит кайзаус 8 объясните мне дураку чем отличается в лучшую или худшую сторону лимит кайзаус 8 от серийки из 420 хай карбон но это так чисто вот то есть в этом плане мы это все увидим как говорится терпению мы с этим ножом обучились посмотрим станет ли вектор убийцей глока однозначно нет мое мнение вектор не станет убийцей глокой да да глока даже с учетом того что я понимаю что он лучше чем блок безусловно начнем с того что вы видите да что помидорка у нас нарезается очень очень чисто здесь вообще вариантов но как бы никаких у меня претензий к ножу нет у меня претензий конечно именно к топору вот форме топора потому что лук был нарезан достаточно крупно вы видели как у меня морковь ну на именно вот срезалась вот так вот а вот по поводу помидорки вообще вопросами так вот то есть начнем с того что 78 блок название говорит само за себя он там по моему там года 74 или 76 разобрал разрабатывался то есть это нож который действительно просто лень будет потом расчехлять камера сейчас вам покажу ребят секунду который действительно делался в 70-х годах ну и как бы со всеми вытекающим со всеми вытекающими поэтому и до сих пор он не просто в тренде и дну с ним до сих пор бегают вояки разных стран и ничего не жалуются то есть грубо говоря прошло довольно немало больше 40 лет за это время и безусловно вектор несмотря на то что он в том же самом форм-факторе сделан он так или иначе ножны лучше почему потому что при всем при том что вот эти ножны они действительно просто вот отлиты как но формой и это достаточно дешево это достаточно просто они не очень удобны особенно может быть если еще для вояк ладно но вот когда тебе постоянно присесть стать и так далее так далее это не очень удобно то есть свободный подъезд подвес безусловно удобнее дальше рукоять на векторе удобнее ну здесь можно там я не знаю что угодно говорить но она реально вот по ощущениям гораздо прикольнее то есть да действительно здесь немножко другие как-то вот именно ощущение даже не говорю про сами по себе вот тактильное ощущение то что резина пластика он приятнее чем пластик но здесь все ну там разборность гусек действительно вот здесь рукоять удобнее единственно конечно здесь что у одного что у второго такая скользковатость наблюдается на верхнем крыле гард я конечно с удовольствием бы увидел в стол он вошь верхнее крыло и было бы замечательно сейчас сразу скажу что как тестовый материал вот эта колбаска это практически как дуб или берзона на уличном тесте почему потому что эту колбасу реально трудно даже кухонником резать и вот совершенно тоненько аккуратно то есть вот материалы на которых те материалы которые не являются вот сами по себе вот такими вот хрустскими твердыми продуктами здесь эта толщина клинка ночи а даже в плюс играет потому что сразу отваливается кусочек ведь мне не приходится пальцем скидывать вот то есть ножны лучше рукоять лучше клинок посмотрим почему потому что на самом деле углока тоже ведь австрияки они постарались выдурить спуски как можно выше при этом он на миллиметр тоньше даже больше чем на миллиметр тоньше в обухе и я честно скажу вот мои первые впечатления я бы вектор на сантиметрик бы укоротил то есть здесь вот пока что я вижу он именно то есть сейчас я понимаю я бы я сколько будет возмущение со стороны зрителей там что это в кое-то веке нормально нормальный полноразмерный нож и прочее я щас имею ввиду именно вот первую первое впечатление работы по продуктам потому что конечно медведю яйца отстегивать я постоянно спрашивают а медведю можно яйца отстегнуть этим ножом и я отвечаю да можно или ним не можно или не нужно здесь конечно безусловно этот нож он как именно по своему функционалу его запросто можно использовать как охотничий весь вся прелесть в том что его можно купить при этом не заморачиваясь на какие-то разрешения там еще на что вот и то есть по клинку моменты спорные цена сопоставима 78 блок у вальдемарыча стоит 40 евро примерно то есть но убийцей точно не станет это как генерал не станет убийцей море то есть вектор никогда не станет убийцей блока потому что ну ребят знаете ну грубо говоря нож блок знает наверное не знаю возьму на себя риск предположить там 5 6 7 мужчина в европе каждый 5 6 7 мужчина в европе наверное каждый десятый в мире и так далее то есть это именно совершенно другие масштабы совершенно другие объемы supreme это безусловно даже не российский скажем так русскоговорящий рынок вот то есть везде где могут услышать сладкоречивые рассуждения вихтора александровича агре уже везде там может продаваться supreme по сути вот но другие масштабы другой подход другое все другое другое как говорится разные поля сражений убийцы точно не станет альтернативой да особенно каламбур в том что это альтернатива вот этот нож это альтернатива тому чем владеть большинству нельзя что уже в принципе неплохо то есть скажем именно если у человека там я не знаю в хотелках не в хотелках был глок и так далее сейчас совершенно именно достойная альтернатива принципе предлагается с более удобной рукоятью с более продуманными ножнами но с такой же полностью гардово защищенный милитаристически все классно почему бы и нет знаете что я еще хочу сказать как говорится в последних строках своего письма я сразу скажу что ребята сегодняшний весь разговор и вот этот вот кухонный тест это ни в коем случае не решающее слово почему потому что конечно же самое главное для такого ножа это уличный тест уличный тест я постараюсь сделать как можно быстрее именно мне самому интересно то есть ну как как только вот от меня будет зависеть чтобы выйти построгать выйдем и построгаем так вот дело в том что это в принципе правильное развитие суприма с момента интервью который я дал каналу кизляр суприм на и в 2017 практически ничего не изменилось то есть мои слова они для меня лично актуальны на мой взгляд ну как вот я считаю там может быть не большинство но многие со мной согласятся мы воспринимаем суприм самых началов именно через тактические ножи тактики но и в какой-то момент у них пошли там или какие-то походные бушкрафтерские или какие-то там откровенные писько-чесалки то есть но именно тактика встала очень мало и здесь получается что это именно вот что не на есть да он выстраданный за четыре года но это именно тактический нож это прям вот реальный милитарист с полноценной гардой все четко там там не просто на укол это действительно ковыряка тот еще и это очень здорово очень здорово что действительно вот наконец-то суприм стрельнул тактическим ножом и вспоминая то интервью 2017 года я продолжаю желать суприму развивать тему складных ножей да это тяжело это конечно дороже вообще на самом деле вот по последнее время я заметил по суприма тенденцию к тому чтобы удешевить производство эта тенденция мы пока хотите потом на эту тему поговорим я уже сейчас вашего времени кучу занял на тему именно удешевление производства компании кисляр суприм то есть это это видно это на на поверхности к чему это приведет и тогда я с удовольствием я счет это же не мои деньги вложены я с удовольствием осыплю вас прогнозами на будущее вот но фолдеры вот это вот я не помню вот этот вот штык который пока такой треугольный огромный штырь который показал витя он он большой он харизматичный внешне на мой взгляд над этим прототипом еще работать и работать чтобы он действительно был но стал именно красивым ножом больше большой сделать мало и фолдерах у суприма явная стагнация уже несколько лет то есть но нет просто никакого движения еще со времен шептуна там и так далее то есть какие то может быть подвижки там какие-то скажем какие то вот эти вот именно прототипы ребята сделайте фолдер закройте рот мне хотя бы потому что я уже четыре года говорю делайте фолдеры ребята сделайте что придумайте но я понимаю что это выйдет немножко дороже чем генералов напилить но но об этом тоже можно поговорить один так особо не восхитил но и не разочаровал по продуктам то есть для именно для лома он отработал нормально первое как я сказал картофель на было давать достаточно тяжко потом приноровился значит все продукты которые не хрустящие порезал очень грамотно легко потому что тигаря острый посмотрим что с ним будет после твердых деревяшек с помидоркой исправился просто на твердую пятерку здесь вообще вопросов не было и в общем и целом совершенно прогнозируемо ожидаемо то есть ну действительно лучше чем можно было себе представить но при этом конечно же чудес не бывает но повторюсь кухня это не самое главное самое главное у нас самое интересное все впереди все спасибо ребят за просмотр прошу прощения за долгий текст и много букв пока